Привет, друзья! С вами я, ваш лучший юрист Рустам Райфиков. Поговорим сегодня про то, как Тверской районный суд признал компанию Meta Platforms Incorporation экстремистским сообществом. Можно ли публиковать иконки Facebook и Instagram на своем сайте? Можно ли покупать рекламу, либо акции этой компании? Давайте разберемся в сути вопроса. Дело в том, что в законе у нас существует ответственность за финансирование экстремистской деятельности, за пропаганду экстремистской символики, ну и в принципе запрещается деятельность экстремистских организаций. И обычно прокурор направляет иск в суд о признании той или иной организацией экстремистской, и делается это в порядке административного производства. Но в данном случае иск был подан по гражданскому судопроизводству, в рамках гражданского судопроизводства, что означает, что прокурор требовал прекратить деятельность организации, признать ее экстремистской в целях предупреждения опасности вреда в рамках статьи 10.65 Гражданского кодекса. Процедура странная и не совсем вроде как ведущая к признанию компании экстремистской и соответственно со всеми вытекающими последствиями. Полное закрытие компании, запрет финансирования, ну и ответственность за публикацию значков. Тем не менее суд сказал, что компания должна прекратить свою деятельность, и соответственно социальные сети Facebook и Instagram должны прекратить свое использование на территории Российской Федерации по основанию осуществления экстремистской деятельности. Эти данные мы получили из короткого видео, которое было распространено в СМИ. Исковое заявление первого заместителя генерального прокурора Российской Федерации, холдинговой компании MetaPlatformSync, запретить деятельность на территории Российской Федерации удовлетворить, запретить деятельность американской транснациональной холдинговой компании MetaPlatformSync по реализации продуктов в социальных сетях Facebook и Instagram на территории Российской Федерации по основаниям осуществления экстремистской деятельности. Настоящее решение не распространяется на деятельность мессенджера WhatsApp компании Meta ввиду отсутствия функций по публичному распространению информации. Обратить решение суда к немедленному исполнению. Текста самого судебного решения у нас нет. Более того, мы подозреваем, что информация в СМИ, которая существует о том, что подана апелляционная жалоба, действительно существует. Тверской районный суд не опубликовал информацию о деле, не опубликовал документы суда в картотеке дел. Обычно мы можем зайти по адресу Тверского районного суда на веб-сайт и скачать документы в картотеке дел. Но в данном случае документов пока нет. Поэтому возникает много и много вопросов. Но тем не менее, важный вопрос. А можно ли сегодня демонстрировать иконки Facebook и Instagram на своих веб-сайтах? Можно ли в целом указывать на рекламных баннерах, Instagram, Facebook для, так сказать, перехода ваших пользователей? Давайте разберемся. Дело в том, что у нас есть в Кодексе об административных правонарушениях статья 23. Эта статья исторически вводилась вместе с законом об увековечивании победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 года. И если мы зачитаем вместе статью, то она наводит нас еще на большие мысли. Дело в том, что ответственность наступает за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой, либо символикой до степени смешения, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда, либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами. И здесь, как вы слышите, есть ссылка на федеральный закон. И как раз таки это ссылка на закон об увековечивании памяти о Великой Отечественной войне. В рамках этого закона запрещается демонстрировать нацистскую атрибутику. Ну и, соответственно, все материалы, которые связаны с нарушением, так сказать, памяти победы народа в Великой Отечественной войне, они ведут непосредственно к нарушению данного закона и ведут к ответственности по статье 23. Как читать эту статью 23? Можно по-разному. И, соответственно, отсюда и возникает вопрос о том, будет ли ответственность. Соответственно, можно обратить внимание на другой факт, что все государственные органы, которые имеют веб-сайты в интернете, а это практически все, уже убрали ссылки на социальные сети Инстаграм и Фейсбук. Возможно, потому что их признали экстремистскими организациями. Поэтому вам рекомендуем убрать упоминания и ссылки на эти социальные сети. Далее возникает вопрос. А можно ли покупать рекламу у этой компании? Можно ли покупать акции? Компания не будет ли это считаться и расцениваться как финансирование экстремистской деятельности? Друзья мои, у нас есть статья 282 и 3 финансирование экстремистской деятельности, которая предусматривает ответственность за предоставление или сбор средств, либо оказание финансовых услуг, заведомо предназначено для финансирования организации подготовки и совершения хотя бы одного преступления экстремистской деятельности, либо для обеспечения деятельности экстремистского сообщества или экстремистской организации. Соответственно, при буквальном прочтении данной статьи, мы понимаем, что всякое финансирование в сторону этой организации будет признаваться финансированием экстремистского сообщества, либо организации. Но здесь стоит также заметить, что Министерство юстиции Российской Федерации ведет список организаций, которые признаны экстремистскими. И на основании этого работает, в принципе, эта статья. То есть, организации, которые в списке признаются экстремистскими организациями, экстремистскими сообществами, либо по иным основаниям, например, решения суда, они выступают в этот сводный рестор и на основании этого рестора отслеживаются транзакции и блокируются. И, соответственно, если видно, что кто-то финансирует экстремистское сообщество, то возникает уголовная ответственность. Пока что на сайте Минюста нет списка. Но значит ли это, что Фейсбук и Инстаграм не экстремистские сообщества? Значит ли, что мета-платформс это не экстремистская организация? Отнюдь нет. И стоит, наверное, дождаться разъяснения либо прокуратуры, либо опубликования решения суда, исходя из которого мы сможем сделать правильный вывод. Но в целом рекомендуем вам воздержаться от финансирования посредством покупки акций либо посредством покупки рекламы у этих организаций. Потому что, зная фактуру дела, зная о том, что продукты компании мета заблокированы, вы как бы осознанно осуществляете финансирование этой деятельности. А откуда вы знаете, вы читаете газеты. Будьте на связи, подписывайтесь и не переключайтесь.